Всем привет! С вами арт-бутик Ализерин и я Виктория. Сегодня я расскажу вам о трафаретах, какие они бывают, немного покажу как ими работают. Арт-бутики Ализерин на Ализеринкомле достаточно широкий выбор трафаретов. В основном это все трафареты на клеевой основе. Они представлены различного рода форматами, такие маленькие есть. Также есть совсем большие вот такие А4 форматы, если вам нужны более большие работы, более крупные. Кроме того, можно приобрести у нас трафареты вот такие, это без клеевой основы. Такие уже практически не выпускаются, у нас есть в остатках. Они распродажены, все еще их можно приобрести. Покажу также разницу как работать с этими трафаретами. И чем отличаются между собой вот такие, которые являются клеевыми. Сразу скажу, что все трафареты, вне зависимости от того, есть там клеевой слой или его нету, они являются многоразовыми. Одноразовыми считаются только те, которые второй раз нельзя использовать. То есть, например, из картона или из бумаги, которые просто раскиснут при попадании к краске. И больше их использовать нельзя. Сейчас я покажу, как работать трафаретами. Как наносить через трафарет краску. У меня будет акриловая вот такая. И как наносить какую-нибудь структурную пасту. В данном случае у меня будет акриловый мусс торговой марки Мороз. Основу, в качестве основы я буду использовать вот такое вот грунтованное ДВП. Чтобы не надо было подготавливать уже основу. И инструменты, которые я буду использовать. Это мастихин. У меня вот такой RGM итальянский хромированный. Это будет для структурной пасты использоваться. И вот такая вот губочка. Спонжик. Это будет использоваться для краски. На примере покажу одного трафарета. Одинакового. Но сейчас сначала покажу немножко, чем они отличаются. Вот так вот, к примеру, выглядит новый трафарет клеевой. Это уже у меня, который использовался, вы видите, неоднократно. В чем особенность клеевого трафарета? У него клей нанесен на эту сторону такой. Который прилипает, но не оставляет следа на поверхности. Это очень удобно. Таким образом можно работать на любой поверхности. Не только на таких вот гладеньких поверхностях. Но также использовать краски по ткани. И работать на ткани. Вот, к примеру, у меня детские штанишки. На них вот под такого плана трафарет сделано. Нанесение рисунка с переходом цвета. Две краски использовалось. И наносилось вот такой вот губочкой. Непосредственно весь рисунок. И так, как правильно работать трафаретами. Первое, что мы делаем, это приклеиваем выбранный элемент на нашу поверхность. Вот таким вот образом. Прижимаем очень тщательно. Чтобы он у нас никаким образом нигде не отлипал. Тщательно прилегал. Берем краску. Давливаем небольшое количество краски. Губка. И вот так мы никогда не наносим. Обязательно на чистое место. Краски должно быть небольшое количество. И начинаем наносить хлопающими движениями. Я покажу два варианта, как нанести. Можно нанести полностью плотненько. Окрашивая полностью все. И вторую часть я нанесу не полностью окрашивая губкой. Вот такими вот легкими движениями. Трафарет мы не оставляем высыхать здесь. Ни в коем случае. Потому что иначе вот эта вся пленка, которая сверху на трафарете из краски, она поднимет и рисунок потянет за собой. Поэтому не даем ему высохнуть. Снимаем сразу. Это мы можем помыть. Просто под проточной водой. Поскольку это акриловая краска. Я пока верну его на место. Чтобы он у меня не потерялся. Следите за тем, чтобы не класть вот этой клеевой стороной на какую-нибудь пыльную поверхность. Когда набивается пыль и грязь на клеевой слой, он перестает клеиться. То есть трафарет можно продолжать использовать. Но он уже будет больше похож на трафареты вот эти, которые без клеевой основы. Ими тоже вполне можно работать, но не так удобно, поскольку они не прилегают к поверхности. И могут просто размазываться. Вот такой получился рисуночек. От более плотного к более прозрачному. Покажу, как работать со структурной пастой. В данном случае с вот таким вот муссом. Использую этот же трафарет. Вот маленький элемент возьмем. Также плотно его прижимаем. Пережимаем. Достаем наш мусс. Будем использовать мастихин. Правильно его использовать. Вот таким вот образом. Он специально сделан с таким изгибом, чтобы не мешать себе. Это не гладкая поверхность, как ножик. И поэтому он не будет нам мешать рука, когда мы работаем вот этой вот частью. Можно работать всей лопаточкой или ее плоскостью одной. Поддеваем мусс. Наносим, грубо говоря, как намазываем на торт крем. Ну или масло на бутерброд, кому что ближе. Наносим тем слоем, который у нас по задумочке будет идти. Вот таким вот образом мы работаем. Выглаживаем поверхность. Либо наносим неравномерным слоем, если у нас такая задумка. Какую-нибудь неровность можем создать. Либо вот такими похлопываниями. Либо все-таки сглаживаем. Так же снимаем сразу. И получаем вот такой вот объемный красивый рисунок. Вот, к примеру, здесь у меня на этом образце под этот же трафарет мусс сделан здесь более объемно. Здесь уже он разбавлялся немножко водой, наносился при помощи такой же губочки. Плюс скрывалось потом сверху лаком, поэтому он потерял свою матовость и стал вот таким глянцевым. Также вот вот это муссом под такой же трафарет. Вот разница, которую мы получили. Еще один момент, который я расскажу о трафаретах. Это покажу еще вот такой вот вариант на прозрачном фоне. Это тоже клеевой трафарет. Но его особенность в том, что в отличие от вот таких, которые я показывала на работе, у него защитная пленка прорезана насквозь. Вот таким вот образом. То есть, чтобы он стал клеевым, эту пленочку тоненькую защитную нужно обязательно удалить. Снять. Вот она совсем тонюсенькая. Тогда он становится тоже клеевым. Очень удобно работать так же вот такими трафаретами, поскольку ими легче прицелиться, так сказать, поскольку он прозрачный. Ну и кроме того, его можно использовать так же, как зеркальный вариант, пока вы не сняли пленку, как ни клеевой с обоих сторон. С вами был арт-бутик Ализарин. Удачного творчества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова